Бразильский танец, боевое искусство или даже целая философия. Все это можно сказать о Капаэре. На волне успеха химкинских спортсменов мы решили прийти в молодежный центр «Восход» и узнать больше об этом загадочном и красивом виде единоборств. Эти дети еще совсем маленькие, но уже осваивают приемы бразильского боевого искусства на тренировки школы Капаэре Суфорса. Ребят, так, маленькие? Машка? Судуга! В центре всего этого безумия Алиса Тихонова. Уже много лет девушка тренирует и детей, и взрослых. Хотя пришла в спорт по меркам многих довольно поздно, почти в 30 лет. Пришлось многое доказывать. Я на самом деле сейчас, наверное, самый взрослый спортсмен. Деликатно выразимся, не опытный, а взрослый. Потому что есть категория чемпионат, это 18+. Там участвуют уже девушки, которые начинали заниматься в детском возрасте. Они много лет занимались Капаэрой, акробатикой, соревновались регулярно. И сейчас ей 18 лет, но она очень опытная. И на этом фоне я, которая пришла достаточно поздно, соответственно, у меня нет такого опыта. Хотя я уже несколько лет, да, там, ну, уже достаточно много лет в Капаэре. Сколько лет примерно вы занимаетесь? Ну, получается, 6 или 7 лет. Впрочем, погружаться во что-то с головой и менять жизнь Олесе не впервой. За ее плечами три высших образования. Юридическое, инженерно-экономическое и, наконец, спортивно-педагогическое. Инструктором я стала потому, что так, ну, сложилась жизнь, что ли. На тот момент была мама троих детей, которая потеряла работу, да. И на работу с тремя детьми, ну, мне не везде берут. И очень часто говорят, что, ну, простите, но мы предполагаем, что вы будете дома сидеть. Вот. И вот Федерация боевых искусств неожиданно совершенно, как бы, нашла мне применение и сказала, да, давай пробовать развиваться. Упорство и желание развиваться дало свои плоды. За это время девушка неоднократно входила в число лучших капоэристов области и России, получила звание кандидата в мастера спорта. Говорит, все это прежде всего для учеников. Ведь собственные медали мотивируют как ничто другое. На самом деле медали просто так не даются, и надо зарабатывать, вы же понимаете. Одну медаль я получила за храбрый тренинг, потому что я ждал кровь. Понятно. Ну, я думаю, все здесь храбрые у нас, да, ребят? Тренироваться и идти до конца, несмотря ни на что. Этот посыл Алиса Тихонова передает своим воспитанникам. Стоит отметить, что ученики школы постоянно радуют своих тренеров. Одно из последних достижений – первенство и чемпионат по капоэрии Московской области в Малом Видном. Среди победителей и ее дочь – Ольга Тихонова. В этом году у меня дочь, наконец, завоевала, тоже победила на первенстве Московской области. У нее как раз, у меня золото было в прошлом году, у нее золото в этом году. Вот для меня эта медаль долгожданная. У Алисы Тихоновой трое детей, все занимаются капоэрой. Нередко про многодетных мам говорят, что они уходят из спорта ради семьи. Но у нашей героини все вышло ровно наоборот. Алиса начала заниматься капоэрой вслед за старшим сыном. Сын разные виды спорта попробовал, пришел в итоге в капоэру, начал соревноваться. Соревноваться не очень получалось, ну что логично, новичкам вообще тяжело. В какой-то момент он даже думал бросить. И вот чтобы он не бросал, я тоже пришла в капоэру из разряда мотивации, чтобы показать ему, что я тоже занимаюсь, я тоже пробую. Даже пошла на соревнования, хотя взрослому человеку это еще психологически, мне кажется, сложнее. Насколько я помню, вам 30 лет было, по-моему, да, когда вы начали заниматься капоэрой? Ну, чуть-чуть меньше, но у меня уже было три ребенка, да. То есть я пришла с мелкой на руках, и мои первые тренировки были, она была со мной в зале, то есть удары бить, я училась с ней на руках. А вот та, кто, можно сказать, выросла в тренировочном зале. Василиса Тихонова в свои восемь уже имеет оранжевый пояс, третий по счету. Получение четвертого, салатового, одолила пандемия. Просто я хотела танцевать и одновременно драться. И вот мама преподает капоэру, и вот мне понравилось, когда я посмотрела, вот как мой брат или сестра, не помню, тренировались. Алиса своих детей не тренирует, но иногда не прочь вместе с ними потанцевать. Тренировать детей всегда сложно. Между занятиями решаюсь задать вопрос, как справиться с ними. Так, у нас 15 минут на поговорить. Сколько лет было тем детям? Это были детки от двух лет и до четырех с половиной. Насколько сложно сохранять их внимание? Это же дети маленькие, они бегают, они активные. На самом деле, достаточно такая сложная история. И работает только, если ты постоянно держишь контакт зрительный и постоянно меняешь упражнения. То есть, если им неинтересно, овладеть их вниманием практически невозможно. В игровой форме, я вам открою страшную тайну, на самом деле любят тренироваться и взрослые. Вот мы ездили летом в лагерь, и то есть вплоть до рулонов туалетной бумаги. Замечательно пошла тренировка. А как использовать рулонов туалетной бумаги в капоэре? Ну, это не столько в капоэре. Просто придумываются разные-разные-разные упражнения. Наловкость. Кидать? Кидать, ловить ногами, выстраивать башни. Очень часто в разных видах спорта проблема в том, что дети на этапе взросления определенном уходят, просто уходят. Потому что, понятно, у них другие интересы возникают. У молодежи есть этот момент, и их можно понять, да? Но здесь настолько интересно, каждая тренировка необычная отличается от другой, что даже когда ты прозанимался 8-10 лет, тебе все равно еще интересно. Ты все равно приходишь, для себя что-то интересное новое находишь. Так, отвечая на вопрос, что такое капоэре? Его искусство, единоборство, бразильское танец или философия жизни? Вот как бы вы ответили на него? Ну, каждый по-своему отвечает на этот вопрос. Каждому человеку вот что нужно, он то и видит в капоэре. Для кого-то это просто какие-то физические упражнения для подкачки, чтобы быть в тонусе. Для меня и моих детей это некоторый образ жизни, образ мыслей даже, да? То есть это понимание того, что все возможно, если захотеть. Что для того, чтобы чего-то добиться, надо работать. Но если ты будешь работать, это действительно будет, рано или поздно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok